Добрый день, уважаемые друзья! Мы сегодня все дома. Надеюсь, вы меня слышите и даже видите. Сегодня мы с вами пообщаемся на тему полноценных салонных процедур дома. Я дома, и вы тоже дома, поэтому будем учиться правильно делать салонные процедуры, правильно пользоваться протоколами. Самое главное и основное, что мы сегодня с вами успеем посмотреть и разобраться, это в таких базовых программах. Моя задача по большей части дать вам некий шаблон, шаблон, который вы в дальнейшем можете заполнить. То есть шаблон, которым бы скорее всего воспользовался бы обычный косметолог в салоне. Как делается протокол процедуры для салона? И попробуем разобраться еще в экономической части нашего с вами действия, потому что салонная процедура – это достаточно дорогостоящие мероприятия. Но поскольку салонные красоты нынче нам недоступны или практически недоступны, то есть мы с вами будем косметологами сами себе или своим друзьям, если точнее домочаться. В гости мы друг к другу сейчас не ходим. Еще вот великая просьба у меня к вам. На вопросы я отвечать не буду по ходу. Я отключу сейчас вопросы. Когда я закончу, я постараюсь это оставить минут 20 в конце моего вебинара на ответы на вопросы. Может быть, даже останется и больше времени, потому что практически мы с вами мало что сможем сегодня посмотреть. Вопросы просто в чате убегают, и я их просто не успеваю читать. Это первое. А дальше мы уже в конце с вами разберем то, что вам не было понятно. Более того, в процессе у вас, возможно, появятся новые вопросы, поэтому записывайте себе, и потом в конце быстренько бросайте во вкладку «Вопросы». Если вы посмотрите наверху нашей программы, есть вкладка «Вопросы». Вот, собственно, туда мы их и посылаем, потому что в чате они убегают и не успевают даже увидеть. Итак, начинаем. Процедура номер один – это базовая. Сегодня мы посмотрим две программы, точнее, разберемся в том, как нужно пользоваться нашими программами. И фактически будем использовать для этого основные базовые продукты. Ну а в дальнейшем мы расширим эту историю на более специфические процедуры. Ну а сегодня основа. Основа основ – кислородная ревитализация и восстановление. Фактически программа, которая нужна всем, начиная с 30 лет. Особенно сейчас, в условиях, когда бушует коронавирус и гипоксией страдают достаточно многие. У нас кислород есть дома. Итак, цель нашей программы – активная борьба с первыми признаками старения. И даже с очевидными стигматами возраста. Это раз. Далее – стимуляция и конструкция структурных белков. Мы заставим кожу работать. То есть фактически будем восполнять утраченный коллаген и на его место стараться восстановить пул коллагена, который должен быть в норме. Далее – работа с основными признаками старения. Морщины, потери упругости, неровный тон кожи и так далее. Программа предназначена для всех, кому 30+. Фактически в 30 мы уже с вами можем видеть первые признаки стигмата возраста. Это немножко печально, но оно, к сожалению, так. Более того, я вернусь обратно. Себестоимость процедуры. Это, наверное, самое важное. Вы можете ее посчитать сами. Смотрите. Я по алгоритму, который мы сегодня будем с вами обсуждать и пытаться воспроизвести вы потом у себя дома, наша себестоимость обойдется нам в 222 рубля при том, что будете использовать вы абсолютно все препараты, которые я сейчас назову. Далее, если вы вдруг решите отправиться в салон, примерно аналогичная процедура вам обойдется от 3000 рублей. 3000 рублей – это, кстати, стоимость в эконом-салоне. А если вы отправите в салон более престижный, то цена будет значительно больше. Это я вас абсолютно… Поверьте мне, я знаю, сколько это стоит. Итак, кислородная ревитализация. Фактически программа восстановления кожи, которая поможет вам в течение недели достаточно активно позаботиться о коже. Мы сидим дома. Сегодня фактически у нас есть время, чтобы заняться собой. И более того, более детально разобраться в эффекте и действии наших препаратов, которые вы, собственно, дальше можете предлагать своим консультантам. И, собственно, пользоваться сами достаточно активно. Итак, скелет программы всегда одинаков. Неважно, какой далее вы используете протокол. Всегда мы начинаем с демакияжа, поверхностного очищения кожи. Те препараты, которые мы сегодня будем использовать, чуточку дальше и чуть подробнее потом. Поэтому мы всегда должны из нашего огромного ассортимента выбрать средства для поверхностного очищения, средства для тонизации и далее глубокое очищение, то, что мы называем микропилингом и так далее. То есть задача подготовить кожу к дальнейшей процедуре. А вот дальше фактически идет активация. Здесь в нашем случае будут препараты из серии эксперт имитации салонных процедур, серии актив ревайвл. То есть подготовка кожи, наши замечательные любимые АБЦ пилинги. Здесь вы можете эту программу заменить. Чтобы не путать вас сегодня, останавливаемся на активации обновления кожи. Далее основной уход. Мы фактически с вами провели глобальную процедуру подготовки. Теперь можно сказать, кожа открыта и фактически готова восприять основной уход. Основной уход это кислородная ревитализация и восстановление. В нашем случае это будет три шага. Активация и детокс, ревитализация и защита. Когда мы завершим процедуру. Еще вам нужно понимать, первое, как часто это делать, какой вкус процедур. И далее, что нужно делать в межкурсовом уходе, поскольку эту программу вы не будете пользоваться ежедневно. Ну и дополнительный уход. Вы же должны непременно воспользоваться еще препаратами, которые в дальнейшем восстановят состояние кожи и будут ее поддерживать. Салонная процедура – это салонная процедура. Вы это будете делать один раз в день, в течение недели, но периодичность примерно через день. Утром и вечером есть межкурсовой уход. Это препараты из серии Retinol Pro и кислородные активаторы. Итак, начинаем. Начинаем нашу салонную программу. То есть вы должны сейчас четко зафиксировать для себя последовательность. Демакияж, активация, обновление, основной уход – это кислородная ревитализация. И иметь в виду межкурсовой уход – препараты, которые будут поддерживать состояние кожи между процедурами, основными процедурами. Ну и далее. Процедура. Демакияж. Вроде бы истина. Все понятно. Но есть определенные нюансы, которые нужно понимать и знать. Первое. Несмотря на то, что вы делаете процедуру себе дома сами или кому-либо из членов своей семьи, вы должны прежде всего не носить, снять с рук все украшения, если вы вдруг привыкли ходить в них дома. Убрать. Иначе вы можете поцарапать. Кроме всего прочего, вы все знаете, у нас сейчас есть вот такой великолепный, роскошный санитайзер, которым вы можете протереть руки. Безусловно, их достаточно вымыть, но все же протираем руки санитайзером, и поверхность, на котором будут стоять ваши препараты. Ну и приступаем. Самое основное средство для очищения кожи, которое применяют в салоне, это прежде всего молочко для снятия макияжа. Кислородное дыхание. Серия Аксиологи. 0,277. Собственно, молочко отличается тем, что оно достаточно мягкое. Помимо всего прочего, в составе молочка есть, безусловно, наш кислородный аквафтем, и есть аргинин, который будет стимулировать засвоение аквафтема и кислорода, и так далее. Молочко имеет достаточно нежную и мягкую консистенцию. Обращайте внимание в дальнейшем на нормы расхода. Отсюда вы будете считать потом себестоимость процедуры. Я предпочитаю сделать для себя экселевскую таблицу, куда заложить формулы. Можно тогда поставить стоимость препарата. Расход такого молочка на одно лицо, на 20 квадратных сантиметров, это примерно две ваши ладошки, 5 миллилитров. Если захватываете шею декольте, то расход может быть чуть-чуть больше. Ровным слоем наносим молочко на поверхность кожи. Смачиваем пальцы водой и начинаем далее активным образом массировать кожу. Задача растворить все поверхностные загрязнения и попробовать разрыхлить роговой слой эпидермиса. Молочко смываем водой теплой с помощью ватного диска, спонжа или вашего личного спонжа, губки, которую вы используете лично для себя дома. Никогда не давайте его пользоваться никому другому, мало ли что. Губку после всех процедур нужно тщательно постирать, вымыть, просушить. Лучше засунуть еще и в микроволновку, там она еще и обеззаражится, сживаться будет. Далее смыли молочко, приступаем к процедуре более глубокого очищения. Сейчас прошла подготовка. Дальше, если бы вы опять были в салоне, вам бы нанесли какой-либо микропилен, гаммаж. Они бывают разные. У нас в арсенале есть замечательный очищающий гаммаж для лица, кислородное дыхание 0271 тонким слоем, наносим на поверхность кожи, массируем в течение 2-3 минут, достаточно интенсивно. Единственное, соблюдая главные правила косметологии, двигаемся строго по массажным линиям. Мы помним, как они располагаются нам, помним или как, или вам напомнить. Ну, на всякий случай. Массажные линии посередине лба располагаются от середины лба к линии роста волос. Когда речь идет о глазах, то всегда двигаемся от внешнего края к внутреннему. И поскольку круговая мышца глаза достаточно тонкая, здесь нужно быть особо нежным и деликатным. Дальше опускаемся, берем носовую от носа до козелка уха. Это одна массажная линия от уголков рта к краю уха. Фактически, вот двигаясь этим к траекториям, вы никогда не нарушите и не приведете к избыточному растяжению кожи. Фактически нанесли гаммаж, массируем 2-3 минуты, обильно смываем водой. Далее обязательная процедура тонизации. В нашем случае мы работаем с нормальной кожей без особых проблем, поэтому выбираем нежный тоник для лица, кислородное дыхание 0,259. Фактически, также следуя массажным линиям, мы протираем кожу. Дальше кожу нужно промокнуть, прежде чем продолжать дальнейшую процедуру. Имейте всегда под руками вот такие косметические салфетки. Они должны быть достаточно тонкие, как салфетки, которые вы просто складываете треугольничком и аккуратно прикладываете к лицу для того, чтобы промокнуть. Собственно, кожа готова. Теперь мы приступаем к дальнейшей процедуре, процедуре, которая будет уже готовить кожу к активной процедуре. Фактически, отдельная процедура со всевозможными микропилингами, химическими пилингами и так далее – это большое действие, которое совершается в салоне. Но в нашем арсенале достаточно легкие и удобные препараты, которые позволено делать дома. Вы не навредите. Это факт. Но что произойдет? Мы после зимы, хоть и теплый, мы с вами все время сидели в натопленных помещениях. Кожа фактически достаточно обезвожена. На обезвоженность и потерю влаги кожа обычно реагирует, защищаясь. А защищается она утолщением рогового слоя эпидермиса. Если вы потрогаете свою кожу, то она будет немножко шершавая на ощупь. И даже если этой шершавости нет, имейте в виду, у вас все равно есть гиберкератоз. Чем вы старше, тем он более интенсивнее. А как только мы уберем слой от меньших клеток, мы заставим кожу обновляться. Значительно быстрее обновлять весь пул клеток и сделать популяцию клеток кожи значительно более молодой. Эту процедуру сейчас можно сделать, поскольку вы сидите дома, вы никуда не выходите. Но если даже выходите, не забывайте про СПФ. Про это мы тоже поговорим чуточку далее. Итак, активация обновления кожи, подготовка к уходу. На самом деле это и есть, может быть, зерно нашего ухода, потому что даже после этой части процедуры вы уже получите абсолютно видимый визуальный результат. Задача этой самой активации действительно убрать гиберкератоз, подготовить кожу к уходу, заодно еще и несколько закислить ее для того, чтобы ПАЖ был более кислый. Это ускорит процесс поступления в кожу активных веществ. Итак, любимый АХ, химический кислотный наш препарат с АХ-кислотами, где в основном гликолевая кислота в проценте около 10, это максимальная концентрация, которая допустима для домашнего использования. Наносим тонким слоем, тонким, далее все зависит от чувствительности вашей кожи. Ежели кожа сухая и чувствительная, тогда вы можете смыть через 2-3 минуты. Если кожа прекрасно переносит, у вас ничего нигде никогда не пощипывает, вы оставляете препарат максимум на 3-5 минут, 5 это максимально, он достаточно быстро у вас будет полимеризоваться на поверхности кожи и впитываться. Если кожа нормальная и вы не ощущаете никаких неприятных явлений, то наносим далее микродермообразие и энзимный микропилинг. Позиция наша 12-28, это шаг B. То есть фактически поверх пилинга мы наносим уже второй препарат, в составе которого есть помимо энзимов еще и частицы. У них разный механизм действия у этих препаратов. Что делают ахакислоты в шаге А? В первом шаге, то есть когда мы использовали химическую историю. Ахакислоты на самом деле разрушают так называемый межклеточный цемент. Клетки, они сцеплены друг к другу специальными образованиями, которые называются десмосома. То есть они достаточно плотно прилегают друг к другу. А уже между клетками находится так называемый межклеточный цемент, это эпидермальные липиды, достаточно плотные, которые ничего не пропускают вглубь кожи. Что делают ахакислоты? Они разрушают эти десмосомы и растворяют межклеточный цемент. Тем самым отмершие клетки становятся достаточно уже неприкрепленные к коже и легко могут покинуть ее поверхность. Но не всегда это легко получается, и у нас не очень высокая концентрация пилинга, поэтому нам нужен второй помощник, препарат микродермообразия и энзимный пилинг. В составе этого препарата, второго шага В, у нас находится энзим папаин, бромелайн. Но папаин работает очень интересно. Он берет эту отмершую клетку, которая состоит из плотного белка кератина, и стрижет ее на кусочки, как ножницами, по определенным химическим группировкам. И в таком случае мы с вами фактически мало того отсоединили слой отмерших клеток, мы еще их постригли на мелкие кусочки. Ну а твердые частицы, которые работают как микродермообразие, фактически удалит, отшлифует поверхность кожи, и фактически все будет уже прекрасно. Далее массируем 3-5 минут, достаточно интенсивно, следуя правилам наименьшего растяжения кожи по массажным линиям, и затем смываем все водой. Но, если вы понимаете, кожа у вас достаточно грубая, а возможно жирная, и этой процедуры, возни руками, совершенно недостаточно, используем замечательный наш прибор, который есть в нашем арсенале. Это специфическая штука с насадками под артикулом 92.61. У нас в косметической практике такие вещи называются брашинг, вот, и так далее. Берем насадку с пемзой, если кожа реально грубая, или берем насадку с щеточкой, если кожа достаточно нормальная, и далее мы и проводим поверхностную процедуру очищения кожи. Вот теперь кожа абсолютно готова. Вы, если бывали в салоне, то помните, что стоят огромные агрегаты, приборы, которые как раз с этими самыми насадками используются косметологам для того, чтобы снять слой отмеривших клеток. В сущности, мы с вами всем этим владеем дома и прекрасным образом справляемся. Ну, а теперь я подорву, наверное, косметический бизнес, который и так закрыт и страдает после этой программы. Далее. Провели активацию обновления. Мы подготовили кожу к основному уходу, и теперь мы приступаем дальше к основной процедуре. У нас в арсенале достаточное количество сывороток. Основной уход кислородной ревитализации. Здесь главный герой – это наш прекрасный кислородный активатор из серии легендарных кислородок «Сеологи-02-81». Он клинически подтвержден. И клинически подтвержден его эффект. Во-первых, мы точно знаем, что увлажненность кожи увеличивается в разы. Более того, он запускает обменные процессы в коже и способствует ее мощнейшей оксигенации. А мы помним, что аквафтем, плюс в составе есть еще, точнее, даже не аквафтем, а наш новофтем, работает двумя. Новофтем работает двумя механизмами. Во-первых, он растворяет кислород и тащит его в кожу. А мы ее и так, в общем-то, активным образом подготовили. Мы открыли всевозможные пути доступа в кожу кислорода. Далее в составе есть еще активатор так называемого оксида азота. Это новофтем. Вероятно, те, кто слушал меня ранее, вероятно, помнят про Нобелевскую премию 1998 года, которая была дана американским ученым за открытие удивительного явления. Оказалось, что в нашем организме все кровообращение в нашем организме регулируется единственным медиатором. Медиатор оксид азота – это ужасная, страшная химическая штука, может быть, на слух, но по факту он образуется у вас внутри сосудов. И что он делает? Прежде всего, оксид азота, НО, расширяет сосуды. Например, после этого открытия стало понятно, как работает нитроглицерин. Таблетка нитроглицерина под язык, выброс оксида азота внутри коронарных сосудов, улучшение микроциркуляции и, естественно, снятие синдрома ишемического приступа. Также работают многие препараты для головного мозга. Так работает, например, и Виагра. Считайте, что у нас с вами а-ля косметическая Виагра. Я не знаю, как еще правильно охлитизовать этот препарат, чтобы вы понимали механизм его действия. Во-первых, мы доставили кислород из внутрь кожи в значительном количестве и повысили оксигенацию верхних слоев кожи. Ну а изнутри началась активная работа. Расширилось микроциркуляторное русло. Капиллярчики там очень тоненькие. И мы открыли запустевшие капилляры, и начался активный бурный поток движения крови по микрососудам кожи. Кожа получила дополнительную пользу кислорода еще и изнутри. То есть мы с вами фактически имеем такой мощный кислородный бустер. И фактически запустили процесс активации метаболизма. Дальше все пойдет значительно быстрее и эффективнее. Ну а для базовой процедуры нам нужно еще и провести процедуру детоксикации. У нас есть сыворотка для лица кислородной сиянии серии Xilogy 0241. Вы можете уже поверх кислородного активатора нанести несколько капель этой замечательной сыворотки. Но есть еще один препарат из серии Vario Anti-Stress. Это сыворотка под номером 4. Я ее не поставила в презентацию, но, наверное, зря. Я немножко забыла. Вы можете эту сыворотку либо заменить, либо этот шаг процедуры дополнить. И еще сывороткой Vario Anti-Stress. Почему? Во-первых, в составе этой самой сыворотки есть активный ингредиент, который способствует усвоению витамина D в коже. С возрастом, если вам уже 40+, и вы пользуетесь этой программой, у нас резко падает содержание витамина D. А он нам очень нужен для стимуляции многих процессов. Самое главное для укрепления кожи и синтеза коллагена. Но к тому же витамин D нам нужен весной значительно. Мы видели солнце, но не так много в средней полосе России. На юге, возможно, его значительно больше. Но, тем не менее, витамин D никому не повредит. Здесь он в виде в определенной форме. Это не чистый витамин D. Здесь ингредиент, который стимулирует его усвоение. Это очень важно. Далее, после того, как мы провели основной уход, кислородную ревитализацию и детокс, мы приступаем к следующему шагу. В косметическом салоне всегда есть маска. К сожалению, в нашем арсенале осталась, наверное, одна активная маска, которая будет фактически работать. Это драгоценные маски красоты серии Гарберика. Фактически маска, которая наполнена стволовыми клетками в достаточно высокой концентрации, стволовыми клетками гордении. Кроме всего прочего, стволовые клетки – это так называемые клетки, у которых нет, условно говоря, принадлежности к тем или иным органам. В биологии их называют плюропатентные клетки. Не пытайтесь запомнить этого сложного названия, но суть явления заключается в следующем. Достаточно свежая Нобелевская премия, которая была дана в 2012 году уже японскому учёному за открытие того факта, что мы всегда считали, что мы родились, у нас с вами есть некий запас стволовых клеток. Например, у новорожденного младенца таких клеток стволовых, которые лежат как такой запас банковский на счетах вашего организма, их примерно 5 миллионов. К годам 20-30 их остаётся от силы миллиона 3. К 40 они начинают исчезать из организма в геометрической прогрессе. К 50 годам вы едва ли насчитаете миллион, а то и далее к 60 их будет уже 500 тысяч, а где-то годам к 80 стволовых клеток в организме останется всего лишь 1180, и они уже будут вполне совершенно неактивны. Поэтому мы с вами... Открытие японского учёного говорит о том, что используя определённые факторы, мы, наши взрослые клетки, сможем обратно вернуть в то самое зародышевое, плюропатентное состояние, когда клетка будет недифференцирована, она снова станет стволовой. А уже из стволовой клетки организм её преобразует в ту самую клетку, в которую нынче нуждаются. Вот на коже эти стволовые клетки сидят на базальной мембране. Она находится между эпидермисом и, собственно, кожей. И, собственно, вот эти вот стволовые клетки и используются кожей для того, чтобы строить свои собственные клетки внутри. Мы их уже использовали годам 50-ти почти все, а к 60-ти прям совсем остались считанные единицы. Поэтому маска Гардерика в этом случае отличный помощник. В составе клетки стволовые Гардении исследования говорят о том, что 1% этих клеток, добавленных в наружные средства, увеличивает возможность регенерации кожи примерно процентов на 80, а то и более. То есть мы с вами, фактически подготовив кожу, предыдущими манипуляциями, точно получим процесс, усилим процесс регенерации, восстановления на 80%. Фактически кожа начнет работать в более молодом режиме, а эти стволовые клетки, которые попадут в клетки Гардении, будут способствовать образованию ваших собственных стволовых клеток. Маску наносим достаточно толстым слоем, толстым, заметным, и релаксируем лёжа на диване. Желательно с такой маской лежать, потому что если вы сидите, то под тяжестью маска будет немножко растягивать кожу. Нам это не нужно. Укладываемся и ждём 15 минут, когда маска подсохнет. В случае, если у вас кожа жирная, то достаточно просто полежать 15 минут, маска высохла, то есть поры расширенные, и мы её смываем. Но если у вас зрелая кожа, склонная к сухости, то здесь мы поступаем, как я вас учила обычно. Берём наш лёд-спрей, берём салфеточку косметическую, смачиваем её активно водой или тем самым спрыскиваем спреем лёдом и налепляем себе на лицо. Это нужно для того, чтобы маска не высохла. Пока она влажная, активные ингредиенты широко и активно, широким фронтом поступают в кожу. Фактически, как только масло высохло, это означает всё, процесс завершился. Поэтому маску нужно смочить. Не хотите салфетки, просто опрыскайте себя спреем лёдом. Или у нас есть с вами теперь замечательный аппарат, который микро делает туман на поверхности кожи из воды или из того же спрея лёда. И фактически мы с вами получим тот самый влажный туман, и маска будет работать более эффективно. Далее, после того, как мы маску смыли, тёплой водой наносим защиту. Это тоже обязательный этап любой салонной процедуры. После маски, пилинга, неважно, на каком этапе вы остановились, кожу нужно закрыть, защитить. Косметологи это называют закрывающий крем, закрывающий препарат, закрывающая сыворотка и так далее. В нашем случае всё очень просто и понятно. У нас базовая программа, поэтому мы берём дневной крем для лица «Кислородное сияние» «Аксиологи», в котором, кстати, есть ещё и СПФ, и используем его для защиты. Крем, который прекрасным образом будет защищать кожу, но в составе этого препарата есть достаточно уникальный ингредиент, поэтому я настойчиво к вас призываю именно им завершить процедуру. Активный ингредиент – это вещество, которое называется Cell Detox, которое работает буквально следующим образом. В течение времени клетки работают, в течение дня они работают, они и ночью работают и так далее. И накапливаются продукты обмена, то есть некие токсины и шлаки, которые будут валяться мёртвым грузом кожи, и нужно и кожу время от времени очищать. Поэтому от токсинов, не от поверхностных загрязнений. Эти самые токсины мы можем вывести с помощью специального механизма. Вот, собственно, активные ингредиенты, которые находятся здесь, будут инициировать образование в клетках кожи белков, которые называются шапероны. Я про них рассказывала, эти самые шапероны – это белки, которые даже в учебниках биохимии, в учебниках биохимии их рисуют в виде гувернанток с метёлками. Собственно, их главная задача – вытащить весь белковый мусор из клеток и межклеточного пространства и утилизировать его. Вот, собственно, мы с вами запускаем здесь процесс тотальной утилизации мусора и фактически мощной детоксикации. Кстати, этот механизм называется… Ну, собственно, есть Нобелевская премия, которая этот механизм достаточно подробно описывает. И мы с вами, в общем-то, в тренде фундаментальных открытий косметологии и медицины. Это Нобелевская премия, которая довладана за так называемую аутофагию. То есть у нас есть внутри специфические частицы, которые захватывают весь мусор и выносят его из клетки. Вот, собственно, этот актив и будет стимулировать образование у тех самых частиц органелл внутри клетки, которые, собственно, будут заниматься сборкой мусора и его утилизацией. С помощью нашего препарата вы фактически проведёте мощную детоксикацию. Моя рекомендация далее. Количество процедур той программы, которую мы с вами сейчас обсудили, должно быть примерно 5. Делать их хорошо 5-6. Хорошо их делать через день. Как раз до конца карантина вам этого хватит, до конца апреля. Через день. 3-4 процедуры, максимум 6. Далее, между процедурами, то есть один день вы делаете полноценную программу, но вам нужно поддержать кожу. Поэтому у нас есть дополнительные препараты, которые помогут вам справиться дальше с поддержанием того статуса КВО кожи. Между процедурами обновления на ночь, на следующий день после процедуры или в тот же день вечером на 1 час наносим обновляющий ночной лосьон с ахокислотами, гликолик, артикул 12-14. Он наносится тонким слоем на кожу. Можете просто руками, можете нанести его на ватные тески, но неважно. Его нужно тонким слоем разнести по поверхности кожи, избегая попаданий на слизистые, особенно на конъюнктиву глаз. Фактически важно его наносить на сухую чистую кожу. Массируем. И через 3-5 минут после лосьона наносим ночной крем-активатор с ахокислотами. В составе есть гликолевая кислота и молочная. Крем потрясающий. Даже если вы не проделали все перечисленное выше, всю эту большую, сложную, не совсем даже сложную, большую программу, если вы просто каждый день будете наносить в течение недели ночной крем-активатор с ахокислотами, кожа уже сама по себе запустит процесс обновления. Наносим препарат и либо оставляем его на ночь, либо за час до сна смываем и используем следующую группу препаратов. Между процедурами утром и вечером не менее 14 дней активная сыворотка для лица Retinol Pro. Почему я настаиваю именно на Retinol Pro? Дело в том, что Retinol – это один из самых главных и самых важных компонентов в борьбе со старением кожи. И, кроме всего прочего, еще и Retinol способствует обновлению кожи. Ко мне пришел кот Жульен, он тоже пытается поучаствовать в вебинаре. Кроме всего прочего, Retinol – у нас есть рецепторы клеток, которые воспринимают этот самый Retinol и запускают процесс обновления. Retinol – это единственный, наверное, препарат, который действительно реально работает с кожей. И если вы проведете курс препарата с Retinol, то получите действительно эффект максимального омоложения. Но это еще тоже не все. Здесь особый Retinol. Дело в том, что Retinol не видит никаких препятствий. Абсолютно никаких препятствий. Для него кожа совершенно прозрачна. Он сквозит через нее со скоростью, неимоверно, и очень быстро поникают достаточно глубокие слои кожи. И если переборщить с концентрацией Retinol, то вы получите фактически ожог и шелушение. Здесь очень важна дозированность. Важно, чтобы Retinol поступал регулярно, не очень большими порциями, поддерживая постоянную концентрацию в коже. Retinol, еще раз повторяю, это главный компонент для ее обновления и омоложения. Главное – участник разглаживания морщин и формирования каркаса лица. В нашем случае Retinol особый. Он упакован в специфические капсулы, которые для нас делает лаборатория Infinitec, которая находится в Барселонском университете и работает над системами доставки. Retinol упакован. И мы провели вместе с лабораторией Infinitec такое исследование. Наносили чистый Retinol в той же концентрации на поверхность кожи и смотрели, как он проникает. Вот ровно через 10, максимум 20 минут мы в коже обнаружили его максимальную концентрацию. И дальше эта максимальная концентрация мгновенно не могла использоваться клетками кожи. Обычно на выходе через 2-3 дня начиналось шелушение кожи. Наш инкапсулированный Retinol в той же совершенно концентрации при нанесении на поверхность кожи капсулы падают постепенно в глубокие слои кожи. Далее эти капсулы потихонечку начинают там внутри раскрываться. Выходит Retinol, цепляется к Retinol рецепторам клеток кожи и запускают процесс обновления. И этот процесс длится достаточно активно в течение достаточно долгого времени. По крайней мере препарат работает 24 часа. Поэтому если вы нанесли препарат на ночь, то имейте в виду, что до следующего вечера у вас будет активно внутри кожи работать Retinol. Капсула будет потихонечку открываться, Retinol будет цепляться к рецепторам и активизирует процесс обновления. Это очень важный этап ухода за кожей. Ну а для того, чтобы действительно усилить эффект действия Retinol, активизировать обновление кожи и ее омоложение, мы должны насытить, дать ей энергию. Дополнительная энергия это кислород и в нашем случае это все тот же самый кислородный активатор, который необходим для лица. Очень важно его наносить, его можно наносить поверх Retinol, после Retinol, но лучше соблюдать сначала Retinol, потом кислородный активатор таким вот небольшим слоем бутерброда. И ложитесь спать, все будет хорошо. Для ухода за кожей век используйте те препараты, которые вы применяете регулярно, здесь в общем-то предпочтение исключительно за вами. Очень важно, наверное, понимать нормы расхода, откуда мы взяли ту самую себестоимость процедуры. Мы сейчас перейдем к следующей процедуре, я сейчас вернусь. Обычно нормы расхода молочка, еще раз повторяю, средств для дыма пакияжа, вот на площадь 20 квадратных сантиметров, это ваши ладошки 20 на 20, от 3 до 5, в зависимости как бы от зоны, которую будете обрабатывать, на лицо достаточно 3. Если шея и декольте, то до 5. Примерно столько же вы используете тоника, примерно 3-5 миллилитров у вас уйдет гаммажа. Можете поставить себе в табличку и посчитать, сколько стоит ваша процедура мгновенно на процедуры, которые, собственно, все препараты на одну процедуру, которую вы сегодня использовали. Далее крем норма расхода 1 миллилитр, сыворотка 0,5 миллилитра. То есть все легко считается, поэтому поставьте себе препараты, заведите в табличку и посчитайте в обычной экселевской программе себестоимость вашей собственной процедуры и программы. Я прикинула, у меня получилось 222 рубля, все про все, на все и на одну процедуру. Согласитесь, это весьма экономично и очень гуманно по отношению к нам сейчас, в наших условиях, в которых мы с вами пребываем. Я полагаю, что вам важно научить ваших клиентов пользоваться такой процедурой и научить их именно протоколу замены полноценного похода в салон. Но у вас с вами есть еще одна активная процедура, которая тоже поможет вам сохранить красоту и молодость, а самое главное к моменту окончания карантина быть просто прекрасным и абсолютно. Процедура номер два это карбоксиотерапия. Вы ее можете совмещать с первой программой, можете делать совершенно самостоятельно, но тем не менее. Цель этой процедуры осветления, выравнивания тона, разглаживания морщин, восстановления тонуса и упругости кожи. В нашем внимании себестоимость одной процедуры, процедуры не всей карбоксиотерапии, а процедуры, о которой сейчас мы поговорим далее 198 рублей. Вы укладываетесь практически в 200 рублей, а в салоне вам пришлось бы заплатить от 4,5 до 6 тысяч в зависимости от класса салона. Можете даже выяснить. Зайдите, погуглите и вам карбоксиотерапию предложат примерно вот по этой цене. Но у нас с вами есть значительно более мощное оружие, поэтому 30 плюс и вы хотите действительно преображение. Более того, мы действительно сейчас многие не имеют возможности выйти вообще на улицу, поэтому карбоксиотерапия это еще и борьба с гипоксией. Работаем. Итак, опять обратите внимание, что я посчитала и сделала процедуру, состоящую из двух шагов. Первое, это активация обновления кожи все с теми же нашими знакомыми препаратами. Активный гликолевый пилинг и микродермообразие и энзимный пилинг. Эти два препарата вы применяете в том случае, если у вас достаточно плотная кожа, расширенные поры, есть неровный тон, пигментные пятна или сосудики. Фактически, если кожа очень чувствительная, здесь нужно подходить достаточно осторожно, пробуйте. Если вы переносите эту процедуру в таком варианте, все хорошо. Всегда держите рядом с собой миску с водой, в случае чего, чтобы можно было бы быстро все смыть, потому что она мгновенно все пройдет. Неприятные ощущения могут быть, но они терпимые. Неприятные ощущения это легкое пощипывание и покалывание. Естественно, вы работаете с кислотой. А далее карбокситерапия такая мощная процедура, которая тоже может вызывать легкое пощипывание. В этом случае избегайте зоны, которые у вас чувствительны. Как правило, это крылья носа, иногда подбородок. Подбородок бывает чувствительный, потому что вы носите шарф, у вас есть воротник, кожа здесь, подбородка трется и бывает иногда раздражена. Поэтому избегайте зоны, наносите локально. Итак, приступаем. Процедура карбокситерапии, которую я совместила так, как бы вам ее предложили в салоне. Курс от трех процедур через день. Еще раз повторяю, себестоимость мы укладываемся в 200 рублей, в отличие от салонной процедуры, которая начнется от четырех с половиной. Далее. Проходим тот же абсолютный этап. Естественно, не забываем, да макияж мы уже провели, мы умылись. И вообще, может быть, даже если вы не носили макияж дома, хотя бы протрите лицо тоником или просто умойтесь каким-либо препаратом, который вы регулярно применяется для очищения кожи. Кожа должна быть чистая и сухая. Умылись, просушили и потом приступаем к процедуре 2. Активация обновления кожи, подготовка к уходу, химический пилинг с АХ-кислотами 12-18 шаг А. Наносим тонким слоем, массируем 5 минут. Как только он стал залипать под руками, далее наносим парах АХ-пилинга, микродербообразия и энзимный пилинг. Массируем минуты 3, оставляем на 3-5 минут для того, чтобы процесс разрыхления произошел и затем смываем. Повторяю, если у вас чувствительная кожа, то шаг первый смываем, потом наносим энзимный пилинг. Если вы прекрасно переносите вот эту самую кислую историю, то наносите прямо не смывая энзимный пилинг поверх препарата с АХ-кислотами. Я еще раз повторю, я это говорила в начале, у них разный механизм действия. АХ-кислоты, они разрушают межклеточный цемент и десмосомы, которые держат клетки между собой, то есть разрывая и разрыхляя роговой слой эпидермиса, фактически подготавливая поверхность кожи к так называемой дисквамации, то есть мы фактически мертвые клетки готовы будем убрать, но не всегда они готовы легко покинуть поверхность кожи, поэтому нам в помощь второй препарат. В составе второго препарата еще есть энзимы, как я говорила, механизм действия их совершенно иной. Энзимы стригут на мелкие кусочки те самые отмершие клетки, точнее белок кератин, который находится в их составе. И фактически мы с вами имеем такую массу, которая готова покинуть поверхность кожи. наносим с помощью микродермообразия, мы еще и шлифуем ее, поскольку те самые твердые частицы прекрасным образом уберут с поверхности кожи все отмершие клетки. А если вы хотите еще больше этот процесс усилить, то пользуемся тем самым замечательным прибором 9261, который у нас есть в каталоге с насадками, щеточкой, пемзой и так далее. Берем насадку с пемзой в случае, если кожа очень грубая, жирная, пористая, берем насадку щеточкой, если кожа достаточно чувствительная или нормальная. В общем-то все, процесс пошел дальше. Кожу подготовили, теперь нам нужно ее все смыть, кожу просушить и приступить к следующему основному этапу карбокситерапии. Вы все видели наверняка ролик, и я вам подробно рассказывала про механизм действия карбокситерапии, поскольку у нас осталось не так много времени на вопросы, я не буду сейчас останавливаться. Первое, наносим шаг 1, внимательно смотрим на номера на тюбиков, массируем 1-2 минуты, не смываем, наносим шаг 2. И далее пропорция препарата должна быть один к одному, достаточно заметный слой шага 1 и шага 2. На поверхности кожи, я это делала сегодня утром, кстати, на поверхности кожи очень внимательно смотрела, образуются пузырьки, если кожа чувствительная, вы можете в мисочке смешать шаг 1 и шаг 2 примерно в одинаковом, в одинаковой пропорции, вам нужно примерно по 3 миллилитра каждого, и уже вот эту пенную массу нанести на кожу и подождать. В этот момент образуется углекислый газ с СО2, он начинает пенетрировать в кожу, казалось бы, еще парадокс, СО2, гипоксия, мы говорим о кислородной терапии. Нет, дальше произойдет буквально следующее. Во-первых, СО2 вызовет расширение сосудов, кровь начнет более активно двигаться. Далее еще и вступит следующий механизм, так называемый эффект веригобора, то есть мы создаем такой немножко щелочной ПАШ внутри кожи. Это приводит к тому, что гемоглобин более легко отрывается от гемоглобина. Точнее, кислород отрывается от гемоглобина. И кислород начинает поступать в окружающие ткани, усиливая оксигенацию. Фактически мы с вами имеем такой мощный заряд кислородной терапии. И фактически по окончанию мы наносим маску кислородную ровным слоем. Смываем предыдущие два препарата и равномерным слоем наносим маску. Поскольку кожа уже получила дозу кислорода, бурная реакция продолжается на поверхности кожи, эта маска может вызывать легкое пощипывание. Но вы можете ее нанести, если вам нетерпимо смойте. возьмите любой из кремов, который у вас есть в арсенале и к теме, которую вы пользуете каждый день, даже хотя бы сыворотку с ретинолом, это санкапсулированный ретинол про, и нанесите вместо кислородной маски. если кожа прекрасно перенесла то используйте кислородную маску. Есть нюансы в чувствительности кожи, в правильности применения препаратов. Если вы ходили на салонные процедуры той же карбокситерапии, они очень щипучие, достаточно активные, особенно корейские системы и так далее. Там идет прям шбурная реакция и прям иногда хочется почесать лицо. Не не всегда это терпимо. Поэтому в нашем случае мы постарались ее сделать значительно более мягкой и удобной. Поэтому чувствуйте свою кожу. Если я говорю три минуты вам нетерпимо смойте, но уже эффект вы получите. Если я говорю подышите 15 минут, прислушайтесь к состоянию кожи, смойте, если не так что-то ощущается. Это норма. В косметике достаточно много препаратов, которые не всегда приятны при использовании, зато эффект, который вы имеете на выходе, значительно более прекрасен. Поэтому иногда можно и потерпеть. Обычно все неприятные реакции проходят. Если кожа порозовела, она через 2-3-5 минут станет абсолютно нормальной, но зато она будет сиять молодостью и красотой. И пока мы сидим дома, будем дальше учиться строить свои программы по шаблонам косметических протоколов в салонах красоты. Мы устроим себе салон на дому и научим всех делать это правильно. И более того, попутно у вас всегда будет повод рассказать про активные ингредиенты тех или иных продуктов. И кроме всего прочего, вы прекрасным образом сможете сами комбинировать для себя протокол. Главное запомнить вот тот шаблон. Ну а дальше мы с вами придумаем новые программы и будем всегда выглядеть замечательно. Начинаем курс обновления, омоложения, даже сидя дома. У нас есть с вами чем заняться, потому что инвестировать в себя в такое сложное время это самое верное и самое правильное правило. Но сейчас я перехожу к вопросам и возможно я не на все успею ответить, но мы сделаем отдельный вебинар по вопросам и ответам и я думаю у нас есть еще о чем с вами поговорить. Я перехожу к вопросам. Итак, я новичок, посоветуйте пожалуйста дневной питательный крем подтягивающий для кожи 55+. Но здесь мой любимый Реноваж, который просто прекрасен на мой взгляд и новая серия Океаниум вам в помощь. Я начинаю сначала. Да, новая серия Океаниум вам тоже в помощь, потому что дневной крем Реноваж это один из моих любимых. А ночная маска это еще более любимый препарат, который я тоже использую днем, особенно когда кожа чувствует дискомфорт, сестянутость. Расширенные поры, как с ними бороться? Собственно, у вас в помощь программа АХА-БХА-ШАГ-1, ШАГ-2, ШАГ-3, АБЦ из серии Эксперт, она прекрасно с этим справляется. С этим же справляется карбокситерапия. Программа номер 2 как раз поможет справиться с расширенными порами. Но в качестве ежедневного ухода выбирайте серию Аксиологи Баланс. Как часто нужно менять линейку ухода? Я 22 года пользуюсь косметикой Фаберлик и ничего не меняю. Прекрасно себя чувствую. Поэтому слушайте свое лицо, точнее внимательно наблюдайте за реакцией и меняйте косметику, точнее добавляйте средства, если появляются те или иные проблемы. И, соответственно, с возрастом арсенал средств несколько меняется. Это тоже очень важно. Выбирайте. Провели курс одного препарата, можете переходить к следующему, а потом остановитесь на тех, которые вам особо комфортны. Скажите, вебинар начнется и уже идет, уже закончился. Дальше. Была аллергия на лице, сейчас прошла. Кожа очень как кирзовый собак. Чем смягчить? Но возьмите средства для чувствительной кожи из коллекции Фаберлик Экспертфарма. Но я полагаю, через какое-то время мы вам предложим вообще очень специальные препараты. Возможно, вам следует обратиться к дерматологу, потому что если была аллергическая реакция, скорее всего, у вас есть проблема нарушения барьерной функции кожи. Может быть, вам пантенол понадобится отдельно. Что посоветовать женщину 55 лет с комбинированной кожей, очень жирный лоб? здесь здесь очень хорошо будет помогать серия вскоре, точнее, так, скоро снова появится серия для зрелой кожи, зрелой жирной кожи в Экспертфарм, в Эксперте, Фаберлик Эксперт. И тогда вы можете прекрасно воспользоваться ею. А так пользуйтесь препаратами ШАГ-1, ШАГ-АБЦ для того, чтобы эти поры несколько сузить. После смывания масок или перед нанесением крема нужно ли использовать тоник? Не обязательно. Не всегда это нужно. Если вы недостаточно хорошо смыли, можете использовать. ШАГ-С в этом протоколе не используем. Нет, вы можете его применить в качестве закрывающего крема, но в данном случае предпочла более активные препараты, поскольку мы с вами дома и нам особо, нам нужны более внушительные средства. В случае, если у вас чувствительная кожа, можете им воспользоваться. Если противопоказание карбокситерапии, например, гипертонии, никаким образом эти вещи не связаны между собой. Противопоказание только чувствительность, индивидуальная чувствительность препаратов. 29 лет. Какой выбрать хороший уход за кожей, кожи жирного типа? Обратите внимание на серию пролексир, которая имеется у нас сейчас в арсенале. Она поможет вам справиться с многими проблемами. Кроме всего прочего, в серии аксиологи есть маска для жирной кожи. Возьмите ее для жирной кожи, для регулярного применения. Есть еще и препараты в серии эксперт фарма. Если есть воспаление и прочее, можете время от времени применять средства серии эксперт фарма антиакне. Как использовать кислородный 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 Вопросами я не все успеваю. Крем заказала серию аксиологи кислородное питание. Какие кремы подходят? 20+. Если у вас сухая кожа, аксиологи питания отлично подойдет. Отличная серия. Мне она очень нравится. сама часто применяю. Как использовать светодиодную маску с открытыми глазами? Можно. Да, можно. Там нет проблем. Без проблем. Полную инструкцию это отдельный вебинар по светодиодной маске и методам ее применения. Купероз на лице сильный. Можно использовать АБЦ? Да, можно, но тогда применяйте обязательно кислородные активаторы серии аксиологи, потому что в данном случае он будет убирать явление купероза. При псориазе можно применять химический пилинг в дермообразии. Нужно обходить псориатические бляшки. Если на лице этих бляшек нет, они как правило на волосистой части головы, то прекрасно можете использовать. Будет семинар по серии Океанум Варио дам, сделаем не проблема. Появятся ли маски пленки? Ну, пока мы не можем их сделать. Дело в том, что в их составе есть спирт, а мы не имеем права их применять. Кожа жирная, 38 лет, кожа жирная комбинированная. Посоветуйте что-нибудь хорошее, эффективное, заранее спасибо. В данном случае вы можете сочетать препараты серии Гордерика и серии Аксиологи баланс для жирной кожи. Пока так. Так, секунду, у меня осталось не очень много времени, поэтому наноспрей с кислородным спреем или после наноспрей с кислородным спреем мы на маску наносим, чтобы усилить. Маску смыли, можете снова сделать наноспрей с кислородным спреем для того, чтобы хорошо увлажнить кожу. Так, ретинол с какого возраста можно использовать? Ретинол можно применять с возраста 25+, здесь никаких противопоказаний нет. Это такой естественный компонент для нашей кожи, который подходит всегда и всем. А чем старше, тем регулярнее он должен быть у вас в арсенале. Добрый день, что можно применять из процедур кожи лица с очень выраженными капиллярами, синий-фиолетовый цвет? Вам нужно вообще обратиться к врачу-дерматологу, нужно понять причину такой проблемы, потому что это не просто так. Сейчас многие проводят консультации онлайн, можно сделать фото и послать. Мои сестры аллергия. Сейчас потерялся вопрос, да. Аллергия на все кремы любых компаний. Началось после использования серии люкс, ревитолом, голубая упаковка. Господи, это было бог знает когда. Это все, все эти годы аллергии, этих кремов нет у нас в наличии уже лет 20, но не 20-15 точно. Поэтому если аллергия, пусть обращаются к врачу-дерматологу, мы здесь не лечим, мы ухаживаем за кожей и не даем советов заочно, как лечиться. Как часто делать можно курсы салонного ухода? Через день три процедуры, дальше вы смотрите на состояние своей кожи и можете продлить еще раз через день. А дальше после того, как вы прошли курс, количество процедур один-два раза в неделю. может быть аллергия на биомику. На биомику скорее у вас не аллергия, там ПАЖ препаратов около 4,5 может быть это реакция на кислотную среду. И в мицеллярной воде у нас нет парабенов, а те консерванты, которые мы применили, они оказались достаточно активны. Сейчас мы поменяли консервант, поэтому уже препараты достаточно спокойны для кожи. Наполнение нанораспылителя тоником на 100% или кипяченой водой лучше разбавить, потому что иначе более тяжелая жидкость будет хуже распыляться. Возьмите минеральную воду, любую, которую у вас есть под руками, используйте ее. В программе 1 АБЦ и Карбокси смотрите, лучше сделать курс из трех процедур. Первая программа, а затем вы можете перейти на программу Карбокси или сразу начать с программы Карбокси. Это ваш выбор. Здесь как бы на ваше усмотрение смотрите на состояние своей кожи. Нужно просто научиться ее диагностировать. Возможно, это тема еще одного семинара, как ставить правильно. Разбираем кожу, осматриваем нюансы, ищем проблемы и находим программу. Мицеллярную воду надо смывать водой. Да, еще раз повторяю, да, мицеллярную воду надо смывать водой. В составе есть детергенты, а их надо смывать с поверхности кожи. Можно смешивать малофтелин и кислородный бальзам? Нет, не надо этого делать. У меня такого опыта нет, я не могу вам советовать. А БЦ-пилинг можно в данное время году применять? Да, можно, особенно когда вы дома. если нет яркого солнца, если есть солнце, наносите крем с ПФ-50 на поверхность кожи и спокойно гуляйте. Коллеги, у меня истекает время, вы уже наверняка устали. Те вопросы, которые я не успела осветить, мы сделаем отдельный вебинар для ответа на вопросы. Поэтому еще раз повторяю, это лишь скелет программы, это не догма. Вы можете заменять одни препараты на другие в зависимости от возраста кожи потребностей, но на всякий случай мы распишем еще несколько программ для понятного применения и очень быстро научитесь сами составлять для себя процедуры. Салон работает на дому. Всем хорошего дня, сидим дома, красоты вам и здоровья нынче самые важные позывания. Продолжение следует...